Привет, капитаны! В эфире FW Channel, канал, где изучают корабли. Только что выходящая супер новинка, которую я как обычно показываю на несколько дней раньше релиза. Абсолютный рекордсмен по торпедам среди эсминцев игры. При этом и главный калибр достаточно мощный, и дымы отличные, и поначалу кажется, что вот она мечта эсминцевода и возможно даже имба. Но как обычно есть несколько нюансов, в которых важно разобраться, чтобы сложить объективное мнение о корабле и о том, стоит ли тратиться на его приобретение. Итак, Кунь-Мин, эсминец по Назии 11 уровня. Продолжение ветки Юянга. Как и другой выходящий в это же время супер эсминец США Джошуа Хамфрис, обзор которого также вышел на канале, будет сперва доступен на аукционе, который начнется 16 марта. Лотов будет по 125. Стартовая цена 100 миллионов кредитов. Но через несколько патчей, как обычно, оба этих новых супер корабля станут доступны для приобретения в обычном режиме за серебро. Но даже если вы не собираетесь их покупать, то каждому игроку важно знать, чего от этих новых мелких убийц можно ожидать. А корабли, сразу скажу, весьма серьезные. Американец Джошуа Хамфрис мне очень понравился своей универсальностью и простотой. Явно зайдет всем. Советую посмотреть обзор. Кунь-Мин уже несколько посложнее. Но есть в нем что-то такое, что делает его и более интересным. Джошуа это как рабочая лошадка. Простая и послушная. А Кунь-Мин – необъезженный дикий дракон, который неумелого ездока может легко сбросить в порт. И тот побежит кричать, какой слабый этот эсминец. Что, конечно же, не так. В недавно вышедшем обзоре десятки Юянг я показывал цифры статистики, по которым он после всех его недавних апов занимает первое место среди прокачиваемых эсминцев 10 уровня по урону. Эсминец стал просто шикарным после всех улучшений и с уникальным командиром Саджан Бином. Вот вам самые последние данные за 28 дней. Где мы видим, что среди всех десяток Юянга по урону обходит только за ресурсный друид. Но тут явно разница в скилле игроков, так как друид берут достаточно опытные командиры. А вот цифры по всем эсминцам 10 и 11 уровней. И мы видим, что выше Юянга, кроме друида, добавляется только еще зоркий. Всех остальных эсминцев даже 11 уровня Юянг по урону обходит. И вот выходит Куньмин, у которого гораздо больше торпед и мощнее главный калибр. При этом дымы такие же крутые и паназиатские. И все это просто жирно намекает на то, что Куньмин имеет все шансы стать первым по урону, так как он ощутимо мощнее Юянга. Так торпедных вееров у Куньмина уже не два, как у Юянга, а три. При этом перезарядка только на 10 секунд дольше, чем у Юянга. 139 секунд в базе против 129 у Юянга. В общем, за счет третьего веера торпедные ДПМ новинки гораздо больше. Как видим по табличке, на 39%. И это очень серьезный скачок мощности эсминца 11 уровня по сравнению с десяткой. Обычно разница в мощности десятки и суперкорабля составляет процентов 10-15. А тут сразу 39. Расходник на ускоренную перезарядку торпед также имеется. А это значит, что Куньмин способен в нужный момент запустить аж 30 убийственных торпед. Это крутейшие торпеды с низкой заметностью, от которых сложно увернуться даже маневренным крейсером. Но они глубоководные. То есть не наносят урон по эсминцам, как и у Юянга. Так вот 30 торпед за раз, брошенных с эсминца, то есть который, в отличие от паназиатских крейсеров с кучей торпед, способен подходить к целям гораздо ближе, а не спамить ими издалека, это действительно страшно. Вот я бросаю их небрежно, даже не подходя ближе, хотя мог бы, просто чтобы посмотреть, что будет, если просто фактически наугад запустить 30 торпед куда-то в сторону кораблей. Красивое зрелище. Зашло с этого пуска, правда, немного, но если бы я подошел поближе и кидал прицельнее, то и улов был бы жирнее. Позже покажу еще более удачные пуски. Сейчас же хочу отметить, что даже при неумелых бросках каких-нибудь малоопытных игроков, 30 торпед будут представлять очень серьезную угрозу для любого фланга. И поэтому, конечно, этот эсминец имеет все шансы выдавать самый высокий показатель урона в среднем по серверу. Тем более, что кроме торпед у Куньмина еще достаточно мощный главный калибр. 8 орудий калибром 127 мм. То есть у Куньмина появляется еще четвертая башня, однако и перезарядка орудий дольше. Вот вам таблица сравнения ДПМ-новинки с Юянгом. И мы видим, что ДПМ Куньмина выше на 6,67%, что не так уж и существенно, однако у него значительно выше дальность стрельбы. 13,4 вместо 11,9. Полтора километра это существенно, особенно если эсминец способен ставить много дымов и комфортно накидывать из них. И тут вопрос в том, что вообще-то при такой огромной разнице в торпедной мощи Куньмина с Юянгом аж на целых 39%, ему вполне могли сделать главный калибр слабее, чем у Юянга. Но нет. И главный калибр тоже мощнее, хоть и незначительно, однако с лучшей дальностью. Куньмин я собирал вот таким образом, получая и неплохую перезарядку торпед 125 секунд, и перезарядку главного калибра 4,4, что немало. Для сравнения у Хабаровска в такой же сборке также перезарядка 4,4. Конечно, в перестрелках Куньмин будет послабее Хабаровска по целому ряду причин, но факт в том, что собирая Куньмин в главный калибр, вы получаете эсминец, который пусть и не может эффективно контрить мощные вражеские эсминцы, но сдачи может давать неплохо, хоть и аккуратно. Ну и настреливать из дымов может отлично, за счет возросшей дальности стрельбы. Дымы перезаряжаются часто. Дымогенератор активирован. То есть у нас регулярно под рукой оказываются дымные кустики, из которых можно понабивать домашку дополнительно к торпедам. Еще у Куньмина чуть больше боеспособность, чем у Юянга. На полтора узла повыше скорость, что важно для торпедника, и чуть хуже маневренность. И вот это вот все было бы очень круто и позволяло бы играть комфортно и даже имбовать, если бы не одно «но». Маскировка Куньмина в полной прокачке составляет аж 6,3, тогда как у Юянга 5,8. Причем засвет самолетов тоже сильно отличается. 3,2 против 2,7. На практике это ощущается, конечно, сразу же. Большинство эсминцев нас пересвечивают. Самолеты авианосца засекают нас просто даже пролетая мимо. Поэтому стоит только начать играть так же активно, как я привык на Юянге, как сразу попадаешь в постоянный засвет. Тебя все фокусят и гасят. Приятного мало. При этом, в отличие от мощных арт-эсминцев с плохой маскировкой, у Куньмина нет вагона боеспособности, хилок, ультимативного главного калибра и особо высокой скорости. То есть в фокусе корабль живет плохо. И вести перестрелку с вражеским эсминцем на условиях того, что он вас засвечивает на 500 метров раньше, Куньмину тоже сложно и невыгодно. Не настолько он мощный в перестрелках, чтобы компенсировать эту разницу, как могут другие мощные контр-эсминцы с плохой маскировкой. Дымы, конечно, выручают, но все время же в них не посидишь. В общем, из-за плохой маскировки я не могу назвать Куньмин универсалом, даже несмотря на относительно неплохой главный калибр. Так как неэффективно контр-эсминцы, неактивно сражаться за точки в начале боя, не даже нормально светить фланг он не может. Вернее, может, но это дается сложно и с потерями боеспособности. Торпед вроде бы много, но эсминцы они не дамажат. Зато вражеские эсминцы и подводные лодки их регулярно засвечивают. Поэтому другие универсалы сперва стараются утопить мелкую вражескую пакость на фланге, а потом уже спокойно торпедировать крупные цели, когда торпеды им никто не подсвечивает. Куньмину же с этим сложно. Из-за этого эффективно применять торпеды в начале боя у него получается далеко не всегда. Даже если на фланге много вражеских кораблей. Кидать торпеды издалека малоэффективно и торпеды засвечивают. Подойдешь ближе, засветят тебя и начинаешь отгребать. Поэтому в начале боя на этом корабле нужно играть гораздо аккуратнее, чем на юянге. Как на точках, так и при подходе к целям. И если быть терпеливым, то удобные моменты для торпедных пусков начнут появляться позже. Но вот эти сложности с маскировкой, конечно, очень сильно уменьшают эффективность эсминца и интерес игры на нем. Да, при аккуратной игре урон он набивать в среднем будет солидный. Но лично я люблю на эсминцах активнее влиять на бой, а не только лишь пуль как торпедки. Ценителям торпедных атак кунь-мин, конечно, очень зайдет. Тем более, как я говорил выше, из главного калибра он может неплохо отбиваться, если собрать корабль, как у меня. Можно, конечно, заточить его и полностью в торпеды, но в этом, на мой взгляд, уже смысла мало, так как торпед у него и так хватает. В общем, с одной стороны, кунь-мин мне очень нравится своей рекордной торпедной мощью. С другой, сложности с ее реализацией на начальных этапах боя, плюс уменьшенная возможность эффективно выполнять классические задачи эсминца, являются очень серьезными минусами корабля. Поэтому, если суперамериканца Джошуа я могу смело рекомендовать всем и каждому, то насчет кунь-мина надо хорошо подумать, подойдет ли именно вам такой кораблик. Ну и также подумайте про поддержку канала, чтобы видео могли продолжать выходить и оперативно рассказывать вам про все новости и новинки. Нужные ссылки в описании. Всем удачи, крепкого здоровья и до новых встреч в эфире. С вами был СуперДжейм. Начинаем постановку дымов. Постановка дымов. Мазут закончился. Доставайте весла. СуперДжейм. Суперджейм. Уточнения. Рюк котов. Реслим. Грюк. Грюк. Руплс. Супердец. Рем eben. Рем блин. Время. Грюк. Рем 반. Продолжение следует... Продолжение следует... Передаю координаты приоритетной цели Переходим на высококтан Да вы просто звери Команда противника получила преимущество Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...